Вновь время новостей, с вами Арстан Балтин, здравствуйте. Международный женский день 8 марта отмечают сегодня в Казахстане. Представительницы прекрасного пола в центре внимания принимают поздравления от мужчин. К слову, в республике проживают больше 9,5 миллиона женщин разных возрастов. Многие вносят неоценимый вклад в развитие страны, работая в самых разных отраслях, в том числе машиностроении. К примеру, каждый четвертый сотрудник на Кустанайском автозаводе – женщина. Своими руками они создают не только легковые автомобили, но и тяжелую сельхозтехнику. Здесь кузов будущего казахстанского автомобиля получает свою первую шумоизоляцию и герметизацию. За весь процесс отвечает Мария Ильина. Она одна из первых женщин на этом участке. До ее появления тут работали только мужчины. Мария обрабатывает кузов мастикой и устанавливает все необходимые заглушки. Через ее руки каждый день проходят 12 автомобилей. Здесь нужна кропотливая работа. Иногда мужчины, допустим, не могут на какие-то мелочи обратить внимание. А женщины более внимательны, они более трудолюбивы и ответственны. С этим согласна и Татьяна Иванова. На складе автозавода она отвечает за порядок. Татьяна решает, где и как будут стоять вот эти ящики, которые весят по несколько тонн. А помогает ей верный спутник. За рулем электропогрузчика хрупкая свету женщина уже много лет. Поэтому в самый ответственный момент груз перевозит именно она. У нас очень многие женщины водят машины. Поэтому это неудивительно. Но на меня смотрят, да, новички, кто приходит. О, женщины на каре, за рулем. А когда по городу женщина едет на машине, никто не удивляется уже этому. Сейчас на Кустанайском автозаводе работают полторы тысячи человек. И 346 из них представительницы прекрасного пола. 9 лет назад, когда я впервые пришла на производстве, женщины преимущественно работали в административном комплексе. Сейчас, 9 лет спустя, каждый четвертый сотрудник на заводе – это женщина. Своими руками женщины создают не только легковые автомобили, но и сельскохозяйственную технику. А коллеги-мужчины называют их достойными и надежными партнерами. Артем Грапов, Ермит Мухамедьяров, Хабар-24, Кустанай. Женщина с сильным характером Анель Болгумбаева 20 лет работает в кинологом. На службу она пришла младшим сержантом, а сегодня уже подполковник и руководит мужским коллективом. Сама выезжает на опасные операции и тренирует служебных собак. Своих четвероногих питомцев Анель называет напарниками. Она и строгая начальница, и заботливая мама, нежная женщина и надежный друг. Как удается, все это сочетать узнавал Александр Солмина. Анель Болгумбаева. Есть характер, и настроение может меняться. Они как маленькие дети, они очень любят ласку, они с огромным удовольствием бегут. Иногда даже сбивают с ног меня, бегут и по очереди, кто вперед до меня добежит. Кого первого поглажу, поцелую, обниму. Обязательно нужно почесать пузико за ушком. Но при этом, когда поступают команды, они включаются абсолютно сразу. Работа – значит работа. Каждый день вместе с четвероногими напарниками Анель начинает у снарядов. Конор ищет вещи по запаху. Год потребовался, чтобы научить этому добродушного лабрадора. Работа очень тонкая. Теперь ему по зубам, а скорее по носу – самые сложные загадки на месте преступления. Недавно по горячим следам служебные собаки раскрыли два убийства. Благодаря их чутью и обонянию в этом году изъяли больше пяти килограммов наркотиков. Кстати, вот так они обозначают тайники. Командный голос, как и опыт, приходит со временем, говорит Анель. Службу она начала младшим сержантом, а сегодня уже подполковник. Руководит кинологическим центром. И строгая начальница здесь единственная женщина. Для этой службы нужен сильный характер. Потому что у нас в основном мужской коллектив. И надо управлять этим коллективом. Надо организовывать работу. И она справляется с этой работой. У нее и стаж побольше, чем у нас. Она может везде подсказать, посоветовать. По дрессировке собак чего-то не понимаешь, что-то не получается. Подойдешь к ней, помогите. Она научит, подскажет. Работать с мужчинами совсем не сложно. Они ответственные и трудолюбивые, говорит Анель. Своего шефа, так они ее называют, стараются оберегать. Однако она считает, что работа должна быть построена на личном примере. Только так можно добиться уважения. Сама участвует во всех операциях. Не боится пуль и преступников. Самые непредсказуемые и опасные, говорит, наркоманы. Они готовы на все. А задерживать их приходится часто. Но никакого послабления снисхождения не терпит. На службе я сотрудник полиции. Женщина я уже за территорией службы, получается. Конечно, я мама двоих дочек замечательных. Они тоже очень любят собак. С самого рождения фактически они знают собак. Что такое собака. И что такое забота? Чувствуя ее, открываются и люди, и животные, говорит Анель. И даже самый грозный и непослушный пес готов на подвиги. Александра Солмина, Валентин Лобанов, Алматы, Хабар-24. Женское предпринимательство Шимкента обеспечивает почти половину волового регионального продукта города. Представительницы прекрасного пола осваивают различные сферы. Они могут сочетать воспитание детей, домашние обязанности с организацией работы предприятий. Успешные леди с реальными историями не дают советы, а вдохновляют личным примером. Катерина Попкова подробнее. В школе Гульнара Усенова детей уже с первого класса учат считать быстрее калькулятора, идти в ногу со временем. Женщина признается, что 20 лет шла к открытию собственного дела. Это школа для детей с особыми образовательными потребностями. Сегодня надо менять подходы к детям. Надо сегодня детей готовить к завтрашнему дню, потому что завтра практически половина профессии просто умрут. И дети должны быть готовы к завтрашнему дню, когда можно много информации переработать, много запомнить и быть в тренде. Гульнара Каримовна привыкла работать с душой, чтобы казахстанское образование стало еще лучше. Порой это делается даже в ущерб личной жизни, признается женщина. Однако жить иначе она не умеет. Меня и дети ругают, и муж ругает, что пора бы остановиться, пора бы сидеть дома, сиди в школе, занимайся одной работой. Но у меня такое чувство, что я еще много должна помочь. О наполеоновских планах рассказывает и Гулья Джузенова. Сейчас она руководит крупным заводом, где выпускает изделия медицинского назначения. Ее успеха могут позавидовать многие, но за этим стоит титанический труд. Внуки иногда бывают, в одном доме живем, по три-четыре дня не видят. Это мне очень обидно. Потому что я рано ухожу, поздно очень прохожу. Вот это моя мечта, чтобы каждый день своих внуков видеть и что-то от себя передать, учить. Бизнес-леди вспоминает, начинала она в лихие 90-е. В небольшом вагончике вместе с мужем продавали лекарства и были рады даже небольшому заработку. Признается, судьба не всегда была благосклонна, но женщина не сдавалась. Сейчас в данный момент грех дома лежать. Такие государственные программы, пожалуйста, это работай и работай. Я со своей стороны думаю, народ Казахстана, все должны патриотами своей страны. И воспользоваться должны этой возможностью. Всегда не надо говорить, нам должны это делать, нам должны. Работай. Сейчас в Шемкенте более 20 тысяч представительниц прекрасного пола занимаются предпринимательством, предлагая и осваивая новые направления. Это легкая промышленность, финансовая часть, обучение краткосрочно, долгосрочно. Практически женщины занимаются консультационная работа, пищеблоки, рестораны, консалдинг, услуги. Практически это женское дело. Уже более шести лет в городе успешно работает Совет деловых женщин. Сюда они приходят за поддержкой, рассказывают о семье, кредитах, провалах и, конечно, об успехах. Их пример – прекрасная мотивация для начинающих бизнес-леди, которых в Шемкенте сейчас немало. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов, Шемкент, Хабар 24. Димаш Кудаверген дал свой первый сольный концерт в Латвии. Тысячи фанатов казахстанского певца со всего мира приехали в Ригу на по-настоящему грандиозное шоу. Огромный стадион «Рига-арена» заполнен зрителями до отказа. Живой звук, яркие спецэффекты и, конечно же, неповторимый голос Димаша. Многотысячные фанаты наконец-то дождались. Их любимый артист приехал с концертом именно в латвийскую столицу. С первых минут, с первых нот зрители замирали. Энергетика, харизма и невероятный диапазон. Димаш в очередной раз завоевал сердца зрителей. Кажется, публика сходит с ума. Это фантастический, это просто невероятный концерт. Кстати, уже мой шестой, я его настолько сильно люблю, что не пропускаю концерты. Его музыка невероятная. Димаш, я люблю тебя, ты заслужил этого. Я не первый раз на концерте Димаша. Уже три года я слушаю его. Я обожаю все его песни. И мне сложно сказать, какая мне нравится больше всего. СОС, Дайди Дау, любовь уставших лебедей. Эти композиции, уже ставшие хитами, Димаш пел не один, а вместе со своими фанатами. Удивительно, многие европейские поклонники знают все песни Димаша наизусть и свободно поют, как на китайском, так и на казахском. И не только на казахском. И на китайском учили. И китайский, и итальянский. Все песни. И сколько всего песен вы знаете наизусть? Ой, я уже сбилась за счет. Мы очень любим Димаша. Мы ездили в Казахстан на первый концерт Арнау. И мы были потрясены госеприимством казахского народа. И мы счастливы просто были познакомились, открыли для себя эту страну. Шоу в самом разгаре. Димаш, как всегда, дарит зрителям, нет забываемой эмоции. Публика ликует. Концент на Димаша Леру бежали много лет. И вот он здесь. Это просто потрясающе. Увидели в восторге. Димаш объединяет не только народы мира, но и целые континенты. На его сольный концерт в Риге приехали поклонники со всех уголков земного шара. Это не только Европа. Тут и фанаты из США, Сингапура и даже Новой Зеландии. Шутя, они называют себя одной семьей. И не пропускают ни одного концерта. А расстояние для них абсолютно не помеха. Я летела 37 часов с четырьмя пересадками. И все ради того, чтобы послушать Димаша. Он удивительный. У него божественный голос. И вызывает столько эмоций, что когда я его слушаю, я не могу сдержать слез. Именно ради него люди приехали со всего света. Он объединяет. И, кстати, я так активно слежу за творчеством певца впервые в своей жизни. А последняя композиция буквально взорвала зал. Зрители больше не могли оставаться на своих местах и бросились к сцене. Море цветов и подарков. Фанаты не отпускали Димаша со сцены. Уходить не хотелось и ему. Но самолет не ждет. Большое турне продолжается. Впереди концерты в Москве, Киеве, Минске и Праге. Шулпан Найманбаева, Милослав Павленовский, Хабар 24, Рига, Латвия. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова